Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Сто тысяч рублей за санки. В Заречном пройдет конкурс на самые быстрые и креативные самодельные сани. Мероприятие, я полагаю, будет достаточно интересным и востребованным среди наших жителей. Идея не новая, но очень интересная. Школа Росатома. В Заречном наградили волонтеров образовательного проекта Госкорпорации по атомной энергии. Вы проводили Art Atom City от фестиваля художников, фестиваль тележурналистов Atom TV, футбол для дошколят 5+. И везде без вашей помощи мы бы, возможно, не справились так хорошо. Одни из сильнейших в Поволжье. Зареченские школьники завоевали серебро открытого первенства пензы по баскетболу, уступив лишь гостям из Саратова. На самом деле все команды были достаточно сильные, но джуниор была она прям реально сильная. И мне кажется, у них даже преимущество было в том, что они просто выше нас были. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном впервые пройдет открытый фестиваль креативных самодельных санок, скоростного и потешного спуска на них. Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей. Побороться за победу сможет любой. Где и когда пройдет фестиваль? Каковы условия участия в нем? Елена Степкина узнала все подробности на оргкомитете уникального для Заречного зимнего праздника. Прокатиться с ледяной горки на санях и получить за это ценный приз. Такая возможность будет у всех зареченцев. В городе началась подготовка к открытому фестивалю креативных самодельных санок, скоростного и потешного спуска на них «Санезарфест». Мероприятие, я полагаю, будет достаточно интересным и востребованным среди наших жителей. Идея не новая, но очень интересная. До грандиозного зимнего праздника осталось чуть больше месяца. «Санезарфест» запланирован на 27 февраля. Катание с горки на санях состоится в зоне отдыха «Лесная». На заседании оргкомитета обсудили вопросы обеспечения правопорядка, уборки территории, работы развлекательных и торговых площадок, фотозон, концертную программу и, главное, конструирование и строительство самого спуска. Мы связались с компанией ООО «Экспертиза», которая подготавливает нам всю юридическую документацию в плане того, чтобы горка была построена в соответствии с нормативами, которые требуют отмогательства. Оно подготовит технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, ну и вместе с нами будут участвовать в конструкции». У участников оргкомитета были вопросы по зонированию территории, местам установки контейнеров для мусора, организации подъездной дороги. Все эти моменты решили обсудить на месте. Начали с горки. Без помощи коммунальных служб здесь не обойтись. Им необходимо будет собрать в зоне строительства как можно больше снега. «А вам снег-то еще зачем?» «Надо, чтобы подушка хотя бы сантиметров 30 была. И выровнять вот эти вот бугрыки стараться, чтобы поровнее горку делать». Стать не только зрителем, но и участником фестиваля могут все желающие. Для этого необходимо сконструировать из собственных материалов креативные санки и 27 февраля прокатиться на них с горки. «Любой житель нашего города должен заявиться в участники и попробовать свои силы. Мы принимаем любые заявки от команд больше трех человек. Консолидируйтесь с семьями, друзьями, коллегами по работе, можно от организаций. Мы готовы принять всех. У нас призовой фонд 100 тысяч рублей, поэтому гран-при это вообще там круто будет. Так что я советую всем принять участие, потому что будут очень ценные призы». Призов будет много. Они достанутся командам, которые займут первые, вторые и третьи места в пяти номинациях. Кроме этого будут гран-при и приз зрительских симпатий. Заявки на участие в фестивале уже принимаются. Специалисты Центра здоровья и досуга готовы зарегистрировать всех желающих и оказать участникам методическую помощь. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». И о ситуации с коронавирусом. В Пензенской области зафиксирован очередной суточный максимум прироста заболевших. По информации Федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, 21 января зарегистрировано 236 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших за все время приблизилось к 30 с половиной тысячам. Более 24 тысяч пациентов выздоровели. 361 человек скончался. Как уточняет пресс-служба регионального правительства, наибольшее число инфицированных за сутки зафиксировано в Пензе. Там коронавирусом заразились 225 человек. От одного до шести случаев заболевания зарегистрировано в пяти районах области и Заречном. Среди пациентов – пятеро детей в возрасте от одного года до десяти лет. В нашем городе подтверждено шесть фактов заражения COVID-19 из числа ранее выявленных. По России в целом за минувшие сутки выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах. С начала пандемии заболели почти 3 656 000 человек. Свыше 3 054 000 пациентов выздоровели. Более 67 800 человек спасти не удалось. Ежедневно в России регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией несовершеннолетних. По наблюдениям медиков, дети, как правило, переносят COVID-19 легче взрослых. Тем не менее, случай тяжелого течения инфекции тоже имеет место. Кроме того, коронавирус может дать осложнение или стать причиной обострения хронических заболеваний. Что делать родителям, если ребенок заболел? Нужно ли бить тревогу при любых, даже самых легких признаках респираторной инфекции? Стоит ли давать ребенку антибиотики? На эти и другие вопросы родителей нашему корреспонденту ответит врач-педиатр Елена Телегина. Смотрите интервью сразу после рекламы, а пока к другим темам. Необычно провели традиционную профилактическую акцию пешеход, дорожный и полицейский из Оречного. Вместе с юными инспекторами движения они вышли не на дорогу, а в школьный двор, где раздавали светоотражающие элементы младшеклассникам, одновременно обучая их правилам безопасного перехода улиц. Учеников 225-й школы во дворе ждет машина ДПС. Но беспокоиться не о чем. Полицейские вместе с ребятами из отряда юных инспекторов движения проводят профилактическую акцию. Рассказывают школьникам о правилах дорожной безопасности в темное время суток. В частности о том, как важно использовать световозвращающие элементы. Взять светоотражающие элементы. Клить их обязательно с левой стороны, потому что ночью могут машины заметить. А если они будут, то будет все как надо. Своим примером вдохновляют учеников представители отряда юных инспекторов движения. На их одежде светоотражающие элементы присутствуют в обязательном порядке. У меня на рукавах. Я с ладой вот так и дома спине. И сама куртка продавалась сразу с отражающими элементами. В рамках акции школьники рассказали другим детям не только о световозвращающих полосках, стикерах и брелоках. Напомнили и о правилах поведения пешеходов на дороге. Надо смотреть внимательно налево, направо, чтобы на всякий случай, если вдруг едет водитель, и вы можете остановиться. Нельзя, где пешеходный переход, нет. Нельзя выбегать. Совместная акция юных и взрослых инспекторов движения состоялась в рамках городского профилактического мероприятия «Пешеход». Сотрудники ГИБДД объясняют, в зимнее время ситуация на дорогах становится особенно сложной. Темнеет рано, видимость ограничена. Сейчас зимний период, сугробы, дети из-за них бывают, выбегают. И чтобы при этом никаких ситуаций на дороге не произошло, мы им напоминаем о правилах дорожного движения. Для лучшего усвоения озвученных правил школьники раздали своим сверстникам листовки. А инспекторы ГИБДД приклеили детям на одежду светоотражающие наклейки. В какой цвет там курткой ходишь? Черный. Черный. А черный у нас видно в темное время суток? Нет. Поэтому всегда светоотражатель с собой. Хорошо? Ксения Тризна, Владимир Полищук, Телерадио, компания «Заречный». Зареченские дошкольники принимают активное участие во всероссийской онлайн-акции «Неделя безопасности. Безопасность детей в современном мире». Ребята мастерят подделки, рисуют плакаты и листовки на тему правильного поведения в различных жизненных ситуациях. Особое внимание безопасности на дорогах. Ведь главная цель акции – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Присоединиться к творческому марафону могут все желающие юные зареченцы. Не только детсадовцы, но и школьники. Они могут присылать фотографии своих работ, рисунков, плакатов, поделок, связанных с тематикой данной акции с подписями. Уже поучаствовало около ста человек. Да, конечно, есть очень интересные рисунки и плакаты, и поделки детей. Пока самые активные участники интернет-акции – воспитанники дошкольных учреждений. Тем, кто захочет последовать их примеру, нужно отправить сообщение с прикрепленной фотографией работы в официальную группу Центра образования и профессиональной ориентации в социальной сети ВКонтакте. Там же можно увидеть уже опубликованные фото и подробнее познакомиться с условиями творческого марафона. Госкорпорация «Росатом» наградила волонтеров своего образовательного проекта. Проведение многочисленных мероприятий школы «Росатома» – от стажировок, педагогов и конкурсов профессионального мастерства работников образования до фестивалей юных художников и тележурналистов – было бы невозможно без участия добровольных помощников проекта. «Росатом» не забывает своих волонтеров. С церемонией награждения – репортаж Натальи Елистратовой. Анастасия Телятникова – участница сразу нескольких проектов Госкорпорации «Росатом», направленных на поддержку талантливых детей. Успешная, общительная и целеустремленная. Учащаяся 225-й школы – активистка большой дружной команды школы «Росатома». Я принимала участие во многих проектах, но также одним из них был «Атом ТВ», где я была волонтером. Что меня сподвигло вообще на волонтерство? Общение с новыми людьми, интересные мероприятия. Узнаешь больше – это всегда очень занимательно, очень интересно. Не только участники, но и активные помощники. В Заречном наградили волонтеров проектов школы «Росатома», которые помогали в проведении различных городских мероприятий. Именно вы помогаете и учителям, и организаторам проводить стажировки в образовательных организациях. Именно вы в этом году помогали учителям участвовать в конкурсе профессионального мастерства, конкурс педагогических команд. Вы проводили «Арт Атом Сити» – это фестиваль юных художников, фестиваль тележурналистов «Атом ТВ», футбол для дошколят «5 плюс», и везде без вашей помощи мы бы, возможно, не справились так хорошо. Их лица уже узнаваемы в городе. Школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования в течение двух лет приходили на помощь педагогам. 25 ребят в возрасте от 10 до 18 лет становились организаторами значимых городских событий в рамках проекта «Школа Росатома». Я с большой гордостью называю вас своими коллегами, потому что вы в каждом проекте заняты настолько глубоко, настолько правильно понимаете основные задачи проектов, всех, которые мы проводим. У вас много идей. Я каждого знаю лично и знаю, какие проекты вы вели, где вы участвовали. Я этим несказанно горжусь. Хочу отметить вашу самую главную черту. Вы доводите дело до конца. Подарки и благодарственные письма от госкорпорации «Росатом» юные зареченские волонтеры получали под громкие аплодисменты своих коллег. Наталья Елистратова, Вячеслав Хиртаев, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские школьники завоевали серебро открытого первенства Пензы по баскетболу. В соревнованиях участвовали шесть команд из городов Поволжья. Наши воспитанники спортшколы провели пять матчей и уступили лишь явным фаворитам турнира – саратовскому джуниору. С подробностями Елена Степкина. Открытый турнир города Пенза по баскетболу среди юношей 2010 года рождения собрал шесть команд. За победу боролись сборные Чебоксар, Саратова, Нижнего Новгорода, Пенза, Самары и Заречного. Баскетболисты Саратова сразу же заявили о намерении завоевать звание чемпионов, выиграв у первых двух соперников более 50 очков. Традиционно Саратов такой хороший, сильный лидер. Собственно, для нас это особый раздражитель, потому что, начиная на первоначальных этапах, мы очень много им проигрывали. Нам, конечно, было очень интересно с этой командой поиграть. Мы, наверное, будем иметь практику теперь и с более старшими ребятами, для того, чтобы именно против таких команд бороться. Вместе с баскетболистами Саратова уверенно стартовали пензенцы и зареченцы. Отрыв от соперников у них был не такой большой, как у саратовцев. Но вперед ребята выходили сразу же и дальше наращивали преимущества. Зареченцы одержали уверенные победы в четырех матчах турнира, но бороться приходилось в каждой игре. У нас одна команда была, Нижний Новгород. Они сначала нас вели, но потом, ну потому что, я не знаю, наверное, мы забоялись, растерялись. А потом мы уже собрались и начали, и так мы их на 10 очков выиграли. В итоге команды-лидеры из Заречного, Пенза и Саратова и разыграли места на пьедестале. Для наших ребят было принципиально победить в матче с пензенской сборной. На предыдущих соревнованиях баскетболисты областного центра выиграли у зареченцев несколько очков. Так что к игре с пензенской броней спортсмены готовились особенно тщательно. Разбирали действия соперников, продумывали тактику нападений. И это принесло нужный результат. Мы думали, что поборемся с броней, но почему-то выиграли в два раза почти. Не удалось победить нашим ребятам только в одном матче с командой Саратова. С одной командой было сложно играть в Саратов. Она была сильная, потому что мы против нее уже играли не один раз. Им открывают правую руку и они проходят. На самом деле все команды были достаточно сильные, но джуниор была она прям реально сильная. И мне кажется, у них даже преимущество было в том, что они просто выше нас были. В итоге команда Заречного завоевала серебряные награды открытого турнира города Пенза по баскетболу «Зимняя сказка». По мнению тренера, свой вклад в такой результат внес каждый игрок команды. Несмотря на то, что Мирона признали лучшим игроком, я думаю, что можно было отметить еще минимум 5-6 человек, которые этот турнир провели очень достойно. И я всегда смотрю на тех ребят, которые растут относительно себя. И, конечно, ребята вырастут. Теперь ребята разбирают ошибки, допущенные на турнире. Много внимания на тренировках уделяют технике ведения мяча и выполнения броска. И готовятся к следующим соревнованиям. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Коронавирусная инфекция у детей, профилактика и лечение. Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. Сыр российский. Особой. 1 килограмм. 389,90. Мегавыгода в Скидкино. ЗАТА.ТВ. Единый интернет-портал городов ЗАТА. Атомной промышленности. 10 городов-участников. Всегда актуальные новости. Совместные проекты. Живое общение. ЗАТА.ТВ. Всегда вместе. Всегда рядом. Лапша домашняя. Яичная. 35,90. Мегавыгода в Скидкино. Ну, что ты хотел мне сказать? Беги скорее домой и запри все двери. Почему? Всюду-всюду рыщет волк. Съест. Желудка. Волк, конечно же, съест красную шапочку. А взрослые рассердятся и накажут волка. И тогда будет одна в лесу хозяйка. Это я, лиса. Я верный друг. Не смей мне этого слова говорить. Конец дружбы. Конец красной шапочки. Один в лесу будет хозяин. Это я. Волк. Кто здесь еще волка в животе? Да кто же, как не бабушка. Бабушка. Он и тебя съел. Бабушка, ты не волнуйся. Нас обязательно спасут. Вот увидишь. Сосиски премиум дубки 219.90. Мега выгода в скидке на. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия Росатома и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Каковы признаки коронавирусной инфекции у детей? Каковы особенности течения новой коронавирусной инфекции у детей? Коронавирусная инфекция у детей протекает в большинстве случаев как острое, не специфическое воспаление верхних дыхательных путей. Вырви. То есть течение у нее идет с небольшой температурки, насморка, заложенности носа, боли в горле, сухого кашля. Дети какого возраста чаще подвержены заражению коронавирусной инфекцией? Дети возраста такого, который очень много общения, круг общения у ребеночка. То есть это более старшие дети, посещающие сады, школы, посещающие техникумы, вузы, колледжи. То есть круг общения у таких детей гораздо больше, чем у того ребеночка, который неорганизованный, находится дома, в семейном кругу. Такой ребенок заболевает только из семейного очага. Каковы симптомы коронавирусной инфекции у детей? Есть ли какие-то специфические симптомы? И могут ли родители самостоятельно определить это коронавирусная инфекция, это другое ОРВИ? Если ребеночек находится в семейном карантине, то есть есть заболевшие члены семьи, то, конечно, родители, зная о своей болезни, обращают внимание на повышение температуры тела у ребенка, появление заложенности носа, как я уже говорила, и боли в горле. Тогда он может предположить, что у ребенка тоже протекает новая коронавирусная инфекция. Но если ребенок заболел первый в семье, то, конечно, симптомы коронавирусной инфекции схожи с симптомами ОРВИ. Поэтому предположить мы только можем в том случае, если ребенок взрослый, и он нам может предъявить без повышения температуры отсутствие обоняния и отсутствие вкуса. Так бывает, что у детей протекает все легко, и родители не обращают внимания на небольшие изменения в состоянии здоровья ребенка. И ребенок уже более взрослый нам может рассказать о том, что у него отсутствует запах и отсутствие обоняния. Такие у нас, ребятки, есть. Обращение такое есть к врачу. При новой коронавирусной инфекции может развиться редко, но может синдром гастроэнтерита у ребенка. У него может начаться рвота, жидкий стул. Если ребенок маленький, то необходимо срочное стационарное лечение. То есть родители обязаны вызвать скорую медицинскую помощь. Возможно ли тяжелое течение коронавирусной инфекции у детей? Случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей, конечно, бывают. И такие случаи зарегистрированы в мире. И у нас в России тоже прошли случаи тяжелого течения. Тяжелое течение коронавирусной инфекции у детей обусловлено присоединением дополнительных синдромов. То есть это течет коронавирусная инфекция, плюс присоединяется синдром. Какой может быть синдром? Это может быть синдром токсического шока у ребенка. Синдром сепсиса, синдром кавасаки. То есть это наличие лихорадящего состояния в течение 5-7 дней, высокой температуры, которая не поддается жаропонижающим средствам. Это вялое состояние ребенка. Это наличие сыпи кожных высыпаний. Наличие острого катара верхних дыхательных путей. Наличие лимфоаденида. И при синдроме кавасаки, вот в частности, идет воспаление сосудов, артерий, как сердца, так и висцеральных органов. То есть идет поражение. И потом возможны осложнения очень тяжелые. Это миокардит, эндокардит, это аневризмы, это тромбозы. То есть очень такое тяжелое состояние может возникнуть. Как действовать родителям, если у ребенка появились симптомы острого респираторного вирусного заболевания? И если симптомы легкие, если легкий насморк, легкий кашель, необходимо ли сразу вызывать врача, или можно полечиться дома, или можно, скажем, прийти на прием к доктору? Конечно. Если имеется легкое недомогание ребенка, нам порой, так же, как и мне, я тоже родитель, не хочется, чтобы ребенок долго пропускал школу. Это основная причина в основном. Потому что с маленькими детьми, конечно, они обращаются. Даже с легким недомоганием. Мама лечит ребеночка. А вот школьников или посещающие вузы, техниками, колледжи, таких ребяток не хотят отсаживать надолго. Но в связи с условиями новой коронавирусной инфекции, такие дети, они являются как бы в легкой форме переносчиками данного заболевания. И поэтому целесообразно все-таки обратиться к участковому врачу на осмотр. И тут врач уже может предположить. Бывают случаи, когда у ребенка имеется хроническое заболевание, какое-либо свое, лор органов. И бывает, что и не коронавирусная инфекция. Но период осмотра, период изоляции такого ребенка должен быть все равно. И обращение актуально имеет место быть. Если ребенок заболел, ребенок затемпературил, то однозначно это должен быть вызов врача. Если ребенок находится в карантине, в семейном, то тоже однозначно это должен быть вызов врача. Если ребеночек же легко приболел, как мы говорим, небольшой насморк, то можно обратиться и в поликлинику детскую. Но в основном все-таки рекомендуется вызывать врача на дом. Если у ребенка подтверждается коронавирус, как должны действовать родители? Во-первых, если у ребенка мы подтверждаем новую коронавирусную инфекцию, все-таки я подчеркну, она новая, потому что встречаются сейчас коронавирусные инфекции, та, которая течет сезонной. У нас уже много таких ребят. А именно при новой коронавирусной инфекции, если ребенок заболел в очаге, то есть, как мы уже говорили, родители знают, что у них в семье есть очаг новой коронавирусной инфекции. В таком случае родители бывают более спокойные, уже немножко адаптированные, они живут в этих условиях, им легче справляться. Если же ребенок заболел впервые, первый в семье, и мы выставляем такой диагноз, то в основном, конечно, видим панику в глазах у родителя. Во-первых, нужно успокоиться. Во-вторых, мы разъясняем, объясняем, что накладывается карантин на семью, накладывается карантин, прекращаются все посещения, как в эту семью, так и из семьи. Карантин подразумевает нахождение человека дома, то есть всех семейных в окружении. Потом мы можем что порекомендовать? Если ребенок взрослый, изолировать его по возможности, проводить санитарную обработку жилища, особенно тех мест общего пользования, в которые все-таки ребенок выходит, отвезти ему отдельную посуду, и членам семьи, не болевшим, соблюдать меры предосторожности, и можем профилактически что-то посоветовать из лекарственных препаратов, чтобы они получали, и риск заболевания у них снизился. Если врач предлагает госпитализацию, как действовать родителям, и стоит ли в таких случаях отказываться, потому что не всегда хочется лежать в больнице, хочется все-таки быть дома, или стоит прислушаться к совету специалиста? Если доктор настаивает и рекомендует госпитализировать ребенка, опираясь на свой опыт, на тяжесть состояния ребенка, то, конечно, отказываться и брать на себя ответственность в таком случае просто недопустимо. Если же ребенку становится хуже в то время, когда нет врача, то родитель обязан вызвать скорую медицинскую помощь при утяжелении состояния, при повторном высоком повышении температуры тела, при наличии нарастающей одышки у ребенка, при нарастающем числа сердцебиения у ребенка, при вялом сапорозном состоянии, при боли в животе, при остром тяжелом синдроме любому помогает только стационарное лечение. На дому лекарственные препараты порой не так эффективны, как нам хотелось бы. Некоторые родители при первых признаках простуды дают ребенку антибиотики на всякий случай. Ваша точка зрения на такие родительские действия? Дача антибиотиков ребенку на всякий случай быть не должна в практике. Почему? Объясню, почему свою точку зрения. Потому что антибиотик все-таки должен назначать специалист. Мы, как правило, полагаемся на на тяжесть заболевания. Мы полагаемся на показания к назначению антибиотика. Родитель в основном полагается на свой страх. То есть ему страшно становится за жизнь малыша. И он идет в аптеку и берет антибактериальные средства. Поэтому все-таки назначение антибиотика должно быть только врачом, специалистом. При коронавирусной инфекции, как при любой вирусной инфекции, антибиотики должны использоваться только по показаниям. Они могут использоваться при присоединении вторичной микрофлоры на фоне течения новой коронавирусной инфекции. Мы можем назначать, но в большинстве случаев в детской практике назначение антибиотика не требуется. Спасибо, Елена Викторовна. Пусть наши дети будут все-таки здоровы, а родители прислушиваются к вашим советам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин